Готова к операции, да? Не ели, не пили? Нет. Что сегодня болит? Также в области поясницы, спина. Жизнь в положении лежа. Евгения Иванова ежедневно сталкивается с невыносимой болью. Каждые 100 метров испытания на выносливость. Три года назад впервые у нее заболела спина, потом нога. Говорит, тогда подумала, что продула, но ситуация с течением времени не изменилась, становилась только хуже. Все это время спасалась курсами 10-дневной терапии. К врачам больницы Пирогова обратилась месяц назад. Сейчас молодая женщина надеется, что ее жизнь кардинально изменится. Я уверена, что операция пройдет успешно, и я выздоровлю, и наконец-то вернусь к семье счастливой и улыбающейся. Я хочу приступить к своей работе, потому что уже давно не была там, и реально скучаю по своей работе. Я хочу вести тот образ жизни, который я вела. Раз в год ездить отдыхать, ходить с семьей на прогулки, кататься на лыжах зимой. Изменит жизнь в лучшую сторону уникальная операция. Евгении Ивановой предстоит удаление межпозвоночной грыжи. В нейрохирургическом отделении будут использовать инновационные технологии. Впервые в России установят динамическую транспедикулярную конструкцию американского производства, которая сохраняет подвижность позвоночника. Чтобы пациент в дальнейшем не испытывал нагрузки, установят винты и динамические штанги под контролем хирургического навигатора «Автоплан». Мы убираем грыжу диска и с помощью навигации установим вот такую динамическую конструкцию, которая будет стабилизировать сегмент межпозвонковый. С одной стороны, с другой стороны, после удаления грыжи диска пройдут все более... Врачи больницы Пирогова проводят по 5-6 операций в день. Их работу высоко ценят в стране и мире. Обычное отделение городской больницы. Мы оперируем гораздо больше, чем любой федеральный центр Москвы в день. И импланты у нас самые разнообразные. Просто технологии от черезкожных до установки искусственных дисков передним доступом в поясничном отделе. То есть далеко не каждый федеральный центр может провести такой объем операций и такое разнообразие операций. Программное обеспечение, камеры, сенсоры, медицинская стойка, монитор. Это мобильное чудо техники, хирургический навигационный комплекс, который разработали научно-производственный технопарк СамГМУ совместно с врачами больницы имени Пирогова. Он главный помощник оперирующего хирурга. Теперь возможно провести сложнейшую операцию без единого рентгеновского снимка. Пациент получает минимум повреждений. Навигация точно показывает очаг патологии и поэтому реабилитируется быстрее. Разрабатывали автоплан пять лет. Мы на месте не стоим. Мы там разрабатываем новейшие всякие технологии тоже, например, интеграция с микроскопом интероперационным, усовершенствование каких-то алгоритмов, усовершенствование самого комплекса, возможно, мобильности, компактности, удобства использования. То есть мы замечания обрабатываем и, скорее всего, где-то в следующем году, уже в начале года, будет вторая версия продукта обновленная. Задача улучшить качество лечения, ускорить процессы выздоровления. И без новых технологий, технологических решений просто невозможно. И сам ГМУ занимается этой темой уже несколько лет. Только в этом году специалисты произведут 10 хирургических навигационных комплексов. После они будут поставлены в больницы Самары и по всей России. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.